Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Мурше реконструируют питьевой источник эпохи Иванского армянского царства. В Анадзоре будет установлена бронзовая статуя Андрани Калазаняна. Финансирование военно-промышленного комплекса Армении увеличится на 114%. Официальный представитель МИД Турции пригрозил США. Соединенные Штаты начали разработку ракет, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Матанадаране представлены уникальные историко-культурные документы 15-16 веков. Арасос Билли сможет продолжить карьеру в Ереванском Арарате. Источник Шурбулах эпохи Иванского армянского царства, находящийся близ Манзакерта, провинции Муж Западной Армении реконструируют. Источник был восстановлен в прошлом году муниципалитетом Манзакерта, но в этом году сток воды уменьшился. В настоящее время ведутся работы по восстановлению потока воды и ремонту исторического источника. Источник считается одним из четырех самых старых источников Манзакерта и после реконструкции получит более роскошный вид. Сбор средств на строительство бронзовой статуи генерала Андреа Николазаняна начался 12 апреля прошлого года по инициативе НПО «Интеркап». Инициативная группа подразумевала в первую очередь получить пожертвования от своих сторонников, друзей и родственников. Но за прошедшие границы пожертвование расширилось и стало по-настоящему всенародным. По стамент памятника построен, ведутся литейные работы. Автором скульптуры является молодой скульптор Гегам Беджанин, архитектор Сурен Абовиан. Церемония открытия запланирована на 21 сентября. Возведение памятника является конструктивной идеей и воплощается в жизнь народным пожертвованием, признанным сохранить нашу самобытность. От битвы в монастыре Аракелотс до самообороны Вана, до Сардарапата, до Арцахской освободительной войны. Андраник был и останется символом для вдохновения и единства, символом победы для армянской нации. Финансирование военно-промышленного комплекса увеличится на 114%. Об этом в своем выступлении 2 августа на форуме Seven Startup Summit 2019 года заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакен. По его словам, предусмотрена модернизация военной техники, разработка новых моделей, развитие производственных возможностей. Министр добавил, что Армения преследует сразу несколько целей, среди которых развитие технологий в сфере обороны, военно-промышленный комплекс, научно-исследовательские программы и внедрение технологий, предотвращение оттока кадров и стимулирование их притока, а также рост благосостояния граждан. Самая главная ценность – умственные способности человека. Благодаря этим талантам в Армении действует множество серьезных иностранных компаний. Важно также понимать, что самое главное для талантливого человека – это его возможности. Официальный представитель МИД в Турции Аксой на еженедельном брифинге сообщил, что 5 августа в Анкару прибывает военная делегация из США для обсуждения зоны безопасности в Сирии. По словам Аксой, во время переговоров со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри подобно обсуждались вопросы создания зоны безопасности на севере Сирии и сирийский конфликт. Аксой сказал, что Анкара снова озвучила американской стороне свои основные ожидания по поводу безопасной зоны. Глубина буферной территории должна составлять 32 километра. Контроль над ней должен быть у Турции. Ранее Джеймс Джеффри заявил, что у Турции и США есть разногласия по поводу условий зоны безопасности. Для американской страны единственным приемлемым вариантом является наличие зоны глубиной в 5 или 14 километров. Существует также противоречие по поводу вывода курдских сил из этой зоны. США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены договором РСМД, заявили в Пентагоне, передает РИА новости. В связи с несоблюдением России условий договора Министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года. Первоначальные усилия Министерства в области научных исследований и разработок были сосредоточены на мобильных крылатых и балластических ракетных системах наземного базирования в обычном исполнении. Поскольку Соединенные Штаты скрупулезно выполняли свои обязательства по договору РСМД, эти программы находятся на ранних стадиях, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана. 2 августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В Ереванском научно-исследовательском институте древних рукописей имени Месропа Маштоца Матанадаран открылась новая экспозиция архивных документов. Среди более полумиллиона архивных документов, хранящихся в Матанадаране, мы представляем документы XV-XX веков, имеющие исключительно историческую и культурную ценность, отражающую историю армянского народа и, в частности, армянской апостольской церкви. Грамоты католикосов, благословения, написанные на пергаменте или на вощенной бумаге, сообщили в Матанадаране. На выставке представлены также документы на иностранных языках, которые являются свидетельствами многосторонних отношений Армении с другими странами. Эти грамоты присланы российскими императорами Павлом I, Александром II и Николаем II, дающие армянам экономические, торговые и другие привилегии, а также приказ императора Наполеона I Бонапарта о награждении Пьера Шамбо орденом почетного легиона. Экспонируемые документы, написанные арабской графикой, арабские, персидские, османские, сохранившиеся с XIV века и последующих веков, относятся к наследству, собственности и налоговым правам армян. Помимо новой экспозиции, посетителям Матанадарана рекомендуют древнейшую рукопись из Гонзасарского монастыря, находится в Арцахе, армянское рукописное Евангелие XIII века, выполненное знаменитым писцом имени Тюристом Торосом. Это самая древняя рукопись, дошедшая до наших дней из Гонзасара. Полузащитник сборной Армении Арас Озбилис может продолжить футбольную карьеру в составе ереванского Арарата. Об этом сообщает российское издание «Спорт-24». Как отмечает источник, 29-летний армянский футболист с 2016 года является игроком Бешикташа. Прошлый сезон Озбилис начал с Велеми II. Контракт Озбилиса с Бешикташем действует до лета 2021 года. По этому поводу пресс-служба Ереванского Арарата сообщила, ведутся переговоры с бывшим клубом о расторжении контракта и подписании нового. Если будут конкретные договоренности, мы сделаем официальное заявление. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Саак Саакян Андроник. Саакян Андроник Саакян Андроник Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Саакян Андроник Саакян Андроник